Темчасом у Витебску стартовала новая региональная программа по подтримце юных навуковцев и спортсменов. В рамках проекта под назвой «Талинавита» больше за 400 старшоклассников отрымали макчимость задать пытанье вядомым дейчам навуке и спорту, а переможцы международных предметных олимпиад и спортивных турниров отрымали гранты. Про первую встречу экспертного совета пилотной программы в наступном материале. Арведас Сабонис, Вадим Девятовский, Владислав Гончаров, Вадим Стральцов, колькасть легендарных атлетов на квадратный метр зашкаливая усих разом собрал новый проект по подтримце юных талентов. У компании вученых и ректоров ВНУ чемпионы наведывают спортивные школы и навучальные установы. Головная мета с устречой стать для молодых помощников на шляху до успехов и славы. Вот такими шагами, я уверен, мы удержим наших талантливых белорусов, которые могут в полной мере реализовать себя на родной земле. Их важно только заметить. Подрыхтулка будущих переможцев – ювелирная справа. У этой сферы шаблоны не працуют. Талиновита – одна из первых программ по подтримце молодых талентов за активным делом приватного бизнеса. Инициаторами выступили Союз медицины и фармацевтика «Инновационные проекты» и компания «Нативита». Организаторы сподяются, что проект станет прикладом для инших регион Украины. Важно, что мы теперь начинаем сотрудничать с бизнесом. И вместе уже бизнес начинает понимать, что без кадров, без науки в высокотехнологичном секторе просто нельзя развиваться. И бизнес очень хорошо, что уже начинает понимать, что и в молодежь, и в науку, и в развитие надо вкладывать соответствующие ресурсы. Поэтому очень приятно, что видимся первых в этом. Реализовать пилотную программу по подтримце молодых дарованию плануют у некоторых на прамках. Один из них – створение в регионе Центра по праце с юными талентами на базе оздоровленших лагерев. Туда по изменениях будут стякаться дети из всей области. Для удельников проекта программа будет бесплатной. Будут приглашаться лекторы, как из бизнеса, так и из сферы науки, которые будут работать над отдельными научно-исследовательными проектами в рамках этих смен. Ну и дети будут вовлечены непосредственно в какое-то участие в разработке каких-то интересных научных идей. Будет поддержка и со стороны, естественно, власти Витебской. И она уже есть со стороны Государственного комитета по науке и технологиям. И я думаю, что этот проект сам по себе будет успешным. Еще один на прамок пилотного проекта – вылучение грантов за досягнение у навуца и спорта. В рамках открытого диалога со знакомитыми гостями 12 витебских старшоклассников, переможцы у Международных предметных олимпиад и спортивных споборництвов, отримали грошовые премии. В 2018-м Талиновита открывает и внутренний конкурс науково-исследовательных проектов. Его удельниками могут стать навученцы и студенты в области. Проекты на конкурс начнут приймать уже в студене. Головная умова – прикладный характер. Ауторы лепших работ отримают грошовые премии, садейничание у распроцовцы бизнес-плана и финансование стартапа. Артур Смоляков, Александр Приставка. Новины. Витебск.